Вы знаете, какие зверства творят доблестные российские солдаты под Киевом? Сегодня зачистили территорию под Киевом, заехали на эту территорию, собрали 420 трупов с обочин мирных людей, среди которых мужчины, связанные и застрелены в голову, то есть убивали связанных людей, которые не несут никакой опасности. Убивали детей, насиловали и убивали детей. Это адекватно? Грабили квартиры. Вы видели вот эту фотографию российского солдата, убитого, с выложенной на пузе вот здесь цепочки, пальца? Это самый жирный улов, который собрал солдат, поэтому он стал известным. Остальные, они забирают ложки, кастрюли, какие-то микроволновки. У меня вопрос один. Какой уровень жизни у этих людей, что они детские игрушки из квартир забирают? Вы бы привезли своему ребенку игрушку с войны? Это ну, он себе... Мы же за игрушками пришли, понимаете? Мы же нищий народ, мы пришли за игрушками. Ну, не только за игрушками. У нас не хватает техники. Ну, как бы, мы же пришли грабить квартиры неспроста. У нас обоев не хватает, не хватает оборудования, там, микроволновок, чайников, телевизоров. Вы не шутите сейчас? Ну, мы что пришли? Просто так, что ли? Вы не шутите сейчас? Нет, я не шучу. Хорошо. У нас большая проблема с бытовой техникой. У нас огромные цены на бензин. Мы, ну, да, вот так получилось. Хорошо. Встречный вопрос для сравнения. Вас не волнует то, как живете вы? Почему российские... Ну, у людей такое мышление. Многие люди, которые... С которыми я говорю, они, как бы, пытаются исправить что-то у нас. Исправить каких-то нацистов, исправить какие-то наши внутренние вещи, при том, что у них дома нет, как вы говорите, обоев. Почему люди не думают о том, как им лучше жить? Ну, вы совсем другой народ. А мы очень дикие, мы черствые и жесткие люди. Понимаете? Мы пришли за микроволновками, за бытовой техникой и так далее. Потому что у нас этого просто нет. А почему? Мы готовы, ну, как бы, сами понимаете, идти на какие жертвы. То есть нам проще поменять наши танки, наших людей на ваши площадя. И завладеть вашей бытовой техникой. Понимаете? Идти я не понимаю. Мы гибнем за нее, за вашу бытовую технику, за ваши автомобили, за ваши квартиры. Нанесем потери тысячами, тысячами наших солдат. Окей. И вы считаете, что это адекватно? Конечно. То есть вы прямо сейчас с удовольствием пришли бы сюда, чтобы рискнуть своей жизнью, чтобы украсть, я не знаю, чтобы украсть телевизор? Ну, мне нужна микроволновая печь. Телевизор у меня уже есть. Хорошо. Вот за микроволновую печь-то я готов прийти. Ну, да, да, есть такое. Слушайте, мы бы с удовольствием вам прислали микроволновую печь, если в этом в суд все, чтобы только не начиналась война. Реально. Ну, поздно уже, понимаете? Продолжение следует...